Всем привет! С вами снова Лёша! Сегодня мы обозреваем опять нетленочку от компании Zoom. Рекодер. Zoom H4n. N, то есть обновлённая версия. Поехали! Давайте посмотрим на комплектацию Zoom H4n. Что же нам сегодня положили ребята из Zoom? Ну вот первым в коробке я уже вижу это сам рекодер. Его положим пока все. Достанем из коробки и коробку куда-нибудь положим в стороночку, чтобы она нам не мешалась во время съемок. Рекодер в таком прозрачном хардкейсе. Довольно удобно, если берешь его куда-то с собой, скинул в сумку и не волнуешься о том, что там те же самые стереопары погнутся, а что-нибудь. Две батареечки. Хочу отметить, что в комплекте нету SD-карточки. Это довольно обидно. Хотя бы самой маленькой SD-карточки было бы вполне достаточно, чтобы утолить мою страсть карточкам. В комплекте также идет визитка Zoom. Зачем-то гарантия на рекодер, а также набор стандартных руководств, мануалов по пользованию Zoom. Стоит отметить, что по обыкновению ребята из Штайнберга, которые дружат с Zoom, положили для нас две урезанные версии своих программ. Это WaveLab от Штайнберга и это Cubase. В чем суть? Это LE-версии, и не надо мне говорить в комментариях, что LE-версия это урезанные версии, я это прекрасно знаю. Как бы вам никто сюда не положит полные версии, но радуйтесь тому, что хотя бы на начальном этапе вы сможете легально пользоваться урезанными версиями этих замечательных программ. Взглянем на корпус поближе. На передней панели. LCD-дисплей. Кнопки для управления настройками. Кнопка выбора источников записи. Верхняя стереопара. Первый и второй комбо-вход. Кнопки перемотки, плей, стоп и старт записи. На правом боку. Зумовские качельки для управления в меню настроек. Кнопка меню. Далее идут клавиши регулировки входного усиления. А также слот под SD-карту. Левый бок. Тут располагается разъем для подключения внешнего пульта управления. Выходной джек для подключения наушников. Далее идут клавиши для регулировки выходного усиления. USB-порт. Переключатель питания с холдом, блокирующим любые нажатия клавиш. Сзади на рекордере. Сверху разъем для подключения внешних источников. Нет, фантомку он не передаст, но отлично справится с накамерником или той же петличкой. Кстати, разъем работает с так называемой Plug-in Power, о которой я рассказывал в обзоре на H2N. Обязательно почекайте, это очень интересно. Встроенный динамик. Резьба под стандартный трипод на камерную стойку. Тут же отсек под батарейки. Снизу. Подключение питания. Рекордер может работать и от розетки. Ну и два входных канала на комбо-входах. Можно подключать и джеки, и экселеры. Сверху у нас башка со стереопарой XY. Замечу, что есть два варианта сетапа. Можно писать с углом в 90 градусов, а можно с углом в 120. Тут все зависит от ширины картины, которую вам необходимо запечатлеть. Башка несъемная, то есть пушки, МС, ровно как и дополнительные комбо-входы сюда поставить не получится. Да и не особо они тут нужны, между нами говоря. Также чуть ниже имеется индикация режимов записи. Сейчас давайте поговорим о характеристиках. Пишет все это дело в MP3 до 320 кбит в секунду. Ну или Wave до 24 бит на 96 кГц. Тут все вполне стандартно. По вместимости файлов для 4-гигабайтной карты типа SDHS умещается 380 минут в формате Wave с качеством 44.1 на 16 бит. Это стерео трек. И примерно 68 часов в формате MP3 с качеством 128 кбит. Это тоже стерео трек. Рекодер поддерживает карточки SDHS до 32 гигабайт. Теперь давайте подробнее рассмотрим режимы записи Zoom H4n. H4n поддерживает три режима записи. Первый это стерео режим. В этом состоянии рекодер пишет два канала, задействуя либо пару XY, либо два внешних микрофонных входа. Режим 4chan. Четырехканальный. Более расширенная функция. Тут уже, как несложно догадаться, производится запись четырех каналов. Пишутся XY, а также два внешних микрофона входа. При записи в четырехканальном режиме можно использовать собственный микшер Zoom H4n для регулировки входного уровня и панорамы двух стереофайлов. Многодорожечный, то есть мультитрековый режим. Многодорожечный режим MTA по канальной запись, не более двух каналов одновременно, с одновременным воспроизведением всех четырех каналов. Это дает возможность музыканту делать запись наложением, то есть записывать свою партию вокал или инструментал, слушая музыкальное сопровождение, записанное прежде на других каналах. Можно записывать таким образом в одиночку канал за канал. Теперь немного о полезных функциях Zoom H4n. Начнем с очень полезного режима Stamina. Это энергосберегающий режим. Если при работе в обычных режимах стандартных батареек типа AA хватит на 4-5 часов работы, то при включенном режиме Stamina можно записывать на протяжении 11, ну или 10 часов с частотой 16 бит на 44 килогерц формата PCM. Немного об эффектах, заложенных в рекордере. Всего в рекордере доступно 50 студийных эффектов. Тут вам и компрессор, и лимитер, и даже всякая модуляция есть типа хоруса или дилеев. Но что самое интересное, это эффекты для гитары и для баса. Их просто куча. Да-да, я не шучу, целая куча эмуляций на любой вкус. Тут вам и маршалы, и фендеры, есть эмуляция с теками сабуги и тому подобное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как всегда порт USB, находящийся на борту, сигнализирует нам о том, что АС-4 способен превращаться в полноценный двухканальный аудиоинтерфейс со всеми вытекающими. Ещё он поддерживает файлы формата BFB, Broadcast Wave Format. Это телевещательный формат, который позволяет ставить временные отметки на таймлайне. Это очень удобно. Также есть инструмент редактирования звука Center Cancel. Он удаляет лидирующий по центру звук, будь то вокал или гитарное соло. Функция не совсем мне понятная, но по заверению производителей является отличным оружием для создания тех же минусов для караоке, ну или каверов. Возвращаясь к гитарным функциям, тут так же, как и в H2N, присутствует тюнер с метрономом. Кстати, это ещё один звоночек для вас. Если вы не смотрели наше интереснейшее и забавнейшее видео про рекордер H2N, можете кликнуть по этой ссылочке и посмотреть его на нашем канале. Отдельно хотелось бы вынести две функции. Это After Record и Pre Record. Pre Record включает режим постоянной записи. Суть в чём, при нажатии кнопки записи на ней, ну то есть на записи, останутся две последние секунды до нажатия кнопки. То есть Zoom решает ту самую проблему с потерей половины первого слова с начала записи. Думаю, что люди, которые занимаются звуком, особенно во всяких интервью и блогах, прекрасно меня поймут. Auto Record, дословно автозапись, тут всё тоже довольно просто. В специальном меню устанавливаем порог срабатывания, и как только порог будет пересечён, ну, скажем, в тихой комнате кто-то начнёт говорить, то рекордер незамедлительно начнёт свою работу. Если вы вдруг занимаетесь частным сыском или хотите быть как тот мужик из Twin Peaks, то это ещё один повод для покупки H4N. А как вообще можно использовать вот эту коробочку? Давайте пробежимся по основным применениям. В первую очередь это рекордер, и он отлично справляется со своей задачей. При полевых съёмках с использованием той же самой DSLR достаточно закрепить H4N на камере сверху, и можно отправляться на съёмки, имея на вооружении качественный звук стереопары, ну или любого внешнего микрофона на ваш вкус. С лёгкостью можно записать и концерт. Подойдите к дяде Фох звукотехнику и скажите, что вам очень-очень нужна сумма, и протяните ваш рекордер. Ко всему прочему, вам никто не мешает, помимо суммы с пульта, писать XY, который впоследствии можно подмешать в общий микс. На репах всё то же самое, можно даже воспользоваться альтернативными выходами OX на пульте, и писать любые связки инструментов. Бас плюс барабаны, гитара плюс вокал и так далее. Опять же, создавая минусовки для практики на дому. Ну и стандартные интервьюшки, куда ж без них, тут всё тоже банально. XY справится с этим делом на ура. Главное, не забудьте выставить нужный угол на стереопаре в зависимости от отдалённости объекта. Теперь давайте попробуем чего-нибудь записать на этот рекордер. Для записи будем использовать режим MTR, то есть мультитрековый, и подорожечно, последовательно попробуем записать полноценную музыкальную композицию. Играет музыка Итого, что здесь сказать? Тут не говорить надо, тут надо слушать. Слушать, конечно же, наши тесты. Как отличительную особенность от того же H2N можно отметить наличие двух комбо-входов, ну и гору всяких гитарных эффектов, плюс функции авторекодера и пререкорд левла. Если помимо XY собираешься юзать всякие пушечки, да и дома охотно позаписывать ту же гитарку с вокалом, можно смело брать H4N. Ну, а на сегодня всё. Всем пока и до встречи в нашем поролоновом раю. Субтитры сделал DimaTorzok